Привет! Мы с Украины, с вами Александр Вельмошко, канал Одесса и Транспорт. И сегодня ровно месяц с начала Великой Отечественной войны украинского народа против русских захватчиков. Освещаем основные события 24 марта. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, поддержите независимую журналистику в независимой Украине. Сегодня 29-й день с начала боевых действий. Прошел ровно месяц с того дня, когда 24 февраля ровно в 5 часов утра русские обстреляли ракетами и бомбили Одессу, Харьков, Киев, Мариуполь, Николаев и другие наши родные украинские города. Сегодня 24 марта в Одессе и Одесской области все спокойно. Лишь вечером и рано утром несколько раз звучали воздушные тревоги. Система ПВО отработала, как всегда, отлично и никто не был обеспокоен. Однако враг пытается с помощью различного рода фейков дестабилизировать обстановку. Поэтому есть большая просьба верить только официальным источникам и тем медиа, которые основываются на официальных украинских источниках, то есть на. А теперь главная хорошая новость сегодняшнего дня. Утром 24 марта в порту оккупированного русскими Бердянска был уничтожен большой десантный корабль русского черноморского флота Орск, о чем сообщает командование военно-морских сил Украины. Он еще 18 марта зашел в порт Бердянск и с его борта высаживались различная военная техника и десантники. Каким образом был уничтожен этот корабль, мы не сообщаем. Пока не время. Но зато над городом поднялся огромный столб, а утром очень сильного взрыва. А другие катера и корабли русского флота в панике сбежали из Бердянска в открытое море. Это было старое корыто еще 1968 года постройки. Вот чем, кстати, воюет Россия на море против Украины. Водоизмещением более 4300 тонн. Его длина 113 метров, вооружение несколько малокалиберных автоматических пушек, в том числе калибра 57 мм. И самое главное, две установки реактивного и залпового огня «ГРАД», а также переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-М». Такие корабли могут брать на борт до 20 танков, или 45 бронетранспортеров, или до 50 грузовиков, а также 300-400 человек десанта. Вместо техники такой большой десантный корабль может принимать до 1000 тонн груза. В общем, был русский десантный корабль и нет русского десантного корабля. Он ушел всем известным курсом, то есть нахуй. И еще одна хорошая новость. В севернее Киева завершается оперативно-тактическое окружение крупной группировки русских в районе городков Ирпень и Гастомель. Они пока еще сохраняют связь со своими, которые своих не бросают, только по одной единственной дороге, которую насквозь простреливает украинская артиллерия. Так что образование такого себе котла, в котором будет уничтожена эта группировка, только вопрос некоторого времени. Продолжаю. Хорошие новости. Растут русские потери. На данный момент, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, это уже более 15800 человек личного состава. Это 530 танков, 1597 различных бронемашин, то есть БМП, БТР и тому подобное. 362 единицы артиллерии, в том числе 80 установок РСЦО, 47 систем ПВО. А также 16 единиц спецтехники и 1105 автомобилей и топливных цистен. В том числе железнодорожных. В воздухе за последние сутки русские потеряли 7 самолетов. И теперь их общие потери в авиации это 106 самолетов, 124 вертолета, 50 оперативно-тактических беспилотников. О общих потерях русских на море мы поговорим позже и отдельно. Продолжается очень дорогой ценой для украинцев оборона Мариуполя, где идут уличные бои. На остальных участках фронта русские не имели и не имеют никакого успеха. Сейчас началась позиционная фаза войны, в которой русские войска понесли громадные потери. Они истощены, обескровлены и больше не могут наступать. В целом Россия потеряла до 40% всей своей изначальной наступательной группировки. Они переходят к обороне и постепенно слабеют с каждым днем. Тем временем армия Украины за счет мобилизации, за счет собственного военного производства, за счет поставок вооружения и старежения от стран Европы и Соединенных Штатов и волонтерской помощи становится все сильнее, несмотря на понесенные потери. Таким образом, время работает в пользу Украины, с каждым днем делая неотвратимость нашей победы и заслуженного наказания для России, которое напало на нас. Все будет Украина, Путин будет разбит. Слава Украине! С вами был Александр Вельмошко.